Здравствуйте! Куда устроиться на работу летом и как поддерживается безработная молодежь? Об этом говорим в нашей студии директор молодежного центра Самарский Ольга Петрухина. Ольга Юрьевна, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, как же поддерживается безработная молодежь? Какие возможности есть у центра и кто к вам обращается в первую очередь? Центр занимается трудоустройством и занятостью молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. У нас есть ряд программ муниципальных, областная программа есть по трудоустройству различных категорий граждан, ну и из числа молодежи. Это и временное трудоустройство для подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Это трудоустройство ребят с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 30 лет. Мы также трудоустройство для подростков в возрасте от 18 до 20 лет. Подростки, которые стоят на учете в органах системы профилактики. Это вот те программы, которые непосредственно поддерживаются, финансируются в рамках муниципальных и областных программ. А вот самая многочисленная категория, это какая? Чаще всего кто к вам обращается? Чаще всего к нам обращаются подростки и студенты в возрасте от 14 до 22 лет. Для них у нас также, в целом вообще для всех ребят у нас есть и база коммерческих вакансий. То есть мы формируем информацию о тех предприятиях, которые набирают на работу студентов, выпускников. У нас есть также программа, которую мы проводим с рядом благотворительных организаций именно по обучению молодежи и организации стажировок. Ну это вот как бы в общем такая общая... А что мотивирует эти организации с вами сотрудничать? Какие плюсы для самих вот этих организаций уже? Ну если мы сотрудничаем с каким-то промышленным предприятием, допустим, или с крупной какой-то организацией, то, конечно же, первая заинтересованность это именно в трудоустройстве молодежи к себе, именно подготовка, скажем так, квалифицированных специалистов из числа молодежи именно к себе в организацию, на те вакансии, которые им сейчас эта организация актуальна. Вообще, как бы это хорошая традиция, которая уже существует несколько лет, когда, в принципе, организация растит свои кадры, да, и заинтересована, да, в том, чтобы они остались на предприятии. А у вас есть партнеры среди организаций, которые с вами уже долгое время сотрудничают, и вот у вас уже сложились такие вот традиции? Конечно, да, очень много их, допустим, это те организации, которые начинают с нами работать по организации временной занятости несовершеннолетних, да, то есть они берут к себе на работу именно подростков, да, потом студентов, и уже выпускников, и эти ребята непосредственно остаются работать на этих предприятиях. Это Самарский, например, завод приборных подшипников, один из таких ярких. С нами много лет работает Авиакор из известных, да, организаций. По, допустим, нетрудоустройству, но активно сотрудничает в рамках других программ именно по занятости Самарский стройфарфор. Очень много государственных муниципальных учреждений, военкоматы районные, пенсионные фонды, отделения. Те организации, которые организуют именно временные рабочие места у себя на предприятиях, и потом этих же ребят берут на постоянное место работы, когда они вырастают. Ну, сейчас вот уже середина мая, самое горячее время для того, чтобы определиться, как подзаработать и где летом. Скажите, какие вот есть возможности в цифрах, если можно, сколько проходит через вас подростков в летнем трудоустройстве? Сейчас действительно самый такой пик актуальности, да, и если родители задумываются о трудоустройстве своего несовершеннолетнего ребенка или сами ребята, да, задумываются о трудоустройстве, то, конечно же, надо прям вот в ближайшие дни обратиться в центр за консультацией. В целом, значит, всех детей, еще раз повторюсь, от 14 до 17 лет мы трудоустраиваем на временные рабочие места по вакансиям, по должностям помощник-специалиста. Это работа с документами, с архивом, ксеркопирование, тиражирование, работа, то есть какой-то информации. Это, скажем так, вакансии, которые направлены на благоустройство города, уборщик территории, помощник садовника, подсобный рабочий. У нас также есть вакансия помощник вожатого для выпускников школы вожатского мастерства, которые также работают в лагерях дневного пребывания и в летних каникул в том числе. Сейчас, в настоящий момент, у нас идет активно запись на июнь месяц. С 13 июня начнется запись всех желающих на июль месяц. И с 15 июля будет запись всех желающих работать на август. Желающих работать, конечно, очень много. Мы планируем, что в этом году за счет средств областного и местного бюджета будет трудоустроено больше 3000 подростков. Достаточно большое количество. Мы также формируем непосредственно базу коммерческих организаций, которые предоставляют работу также для ребят несовершеннолетних. Очень приятно, что в этом году тоже большое количество крупных промышленных предприятий берет к себе на работу ребят. Такие как и прогресс, но и ряд, скажем так, менее. То есть это различные коммерческие предприятия, типа Дом.ру, допустим. Какие-то небольшие пекарни берут ребят. Также организованы места, скажем так, в качестве учеников на промышленные предприятия ребятам 16-17-летним. То есть если, например, наше предложение как работодателя родителям или подростку не очень кажется интересным, то можно выбрать также среди этих организаций. Но, опять же, повторюсь, так как трудоустройство официально везде, и что в иных организациях, и подростки это, скажем так, особая категория граждан, необходимо предоставить пакет документов для трудоустройства. И некоторые документы изготавливаются не один день и требуются какое-то время. Поэтому, если ребенок планирует работать даже в июле, в августе, обратитесь в ближайшее время за консультацией. А большой перечень документов? Ну, например, 14-15-летние ребята должны предоставить, согласие органов опеки для трудоустройства, да, необходимо также, если трудоустройство в нашу организацию, предоставить справку об отсутствии либо наличия судимости, да, копия с НИЛС, ННН, копия паспорта, справка с места учебы должна быть, карту мы можем, да, для перевода денежных средств, зарплат мы можем завести сами в нашей организации, да, и трудовую книжку, если он не работал, тоже мы заводим. А по здоровью никаких не требуется? Да, медицинская справка форма 086, она должна быть, да, и если подросток является инвалидом, то там должны быть обязательно указаны необходимые условия труда, которые нужны этому ребенку. Да. И у нас, мы забыли, у нас студенты, конечно же, да, также интересуются трудоустройством на лето, также я всегда говорю о том, что лучше заранее обратиться в центр, оставить анкету, чтобы мы понимали, какие виды вакансий на летний период вы рассматриваете, да, потому что также это могут быть вакансии как диспетчера, там, консультанта, продавца, так и какие-то вакансии разнорабочих, например, да, и тоже надо заполнить анкету, чтобы информация в центре была о младом человеке. Насколько выгодно в материальном плане идти на работу? Понятно, что свои плюсы есть в профессиональной ориентации и так далее, а материально? Если мы трудоустраиваем в рамках наших муниципальных программ, то зарплата у нас составляет минимальный размер оплаты труда – 11 280 рублей. Это размер оплаты, из которого удержится, как у всех работающих, 13% под доходный налог, но центр занятости населения выплачивает ребятам материальную поддержку, и за месяц плюс к нашей зарплате подросток еще получит больше 2000 рублей. Понятно, и при всем при этом неполный рабочий день у подростков, да? Да, у них определенные графики, да, так как это подростки. 14-летние ребята работают 4 часа в день, 15-летние 5 часов в день, в пятницу 4 часа, и ребята 16-17-летние до 7 часов в день. Конечно же, суббота, воскресенье, выходной. Но, в принципе, да, это та категория, которая в летний период может и поработаться, отдохнуть, да, и сокращенная продолжительность рабочего времени тоже есть. Сложно подросткам определиться с выбором профессии. Буквально вот разговариваешь, и уже 10-й, 11-й класс, и все не знают. Я еще вот даже не знаю, куда пойду учиться даже, не то что работать. Вы можете в этом помочь? У вас есть какие-то, может быть, методики или что-то? Конечно же, и вообще хорошо, что этот вопрос, да, вот именно профориентация последние там несколько, 5-6-7-8 лет поднимается и среди ребят, как бы, скажем так, с нормальным отношением, да, и родители и ребята понимают, что надо этим заниматься, надо определить ту сферу и те направления, да, которые интересны ребенку, чтобы работа получала удовольствие. И мы всегда на работу ходили, как бы, с желанием, и уходили с работы тоже с желанием вернуться. У нас есть два варианта, как бы, провести лет с пользой. Первый – это записаться на индивидуальную консультацию к нашим ведущим психологам центра, да, она бесплатная, то есть пройти тестирование, и специалист расскажет, что, какие направления ребенку будут интересны, и на что необходимо сделать упор, и какие сферы деятельности выбрать. И второй вариант – у нас есть определенная серия мастер-классов в летний период для ребят, именно тоже по направленности выбора профессии, да. Вся информация у нас представлена и на сайте, и в группе ВКонтакте. То есть там, например, есть профориентационный тренинг «Хочу, могу, надо», который уже много лет у нас пользуется, скажем так, спросом среди ребят. То есть набирается группа, они занимаются четыре занятия раз в неделю. «Хочу» – они рассматривают, что они хотят, также проходит у них тестирование. «Могу» – это то, что они могут сделать, и «надо» – это то, что предлагает рынок труда. То есть на какие профессии необходимо ориентироваться, потому что у нас ряд профессий, которые уже, скажем так, не будут востребованы в ближайшие 10-20 лет. А если подростку сейчас, например, в настоящий момент 14-15, то в 25 лет для него, допустим, эта профессия будет неактуальна. Мастер-классы также есть и по особенностям темперамента в выборе профессии. То есть, коль это впереди, его надо провести с пользой, я как бы всем советую обязательно посетить мастер-класс, посвятить, скажем так, себе, любимому час в день, но получить очень много нужной и необходимой информации. – Модная такая тема портфолио молодежь составляет, и волонтеры, или вот какой категории ни коснись. Вот в этом смысле, плане трудоустройства, нужно что-то составлять, и что-то оставлять, какие-то для себя документы, собирать анкеты или еще что-то, или нет? – Все это нужно делать, и обязательно, это очень востребовано среди работодателей, да, и обязательно делается и составлять и портфолио, и получать различные отзывы о прохождении той или иной программы, участие в том или ином мероприятии. Это всегда дает хорошую картинку и положительно показывает молодого человека. Даже, может быть, не обязательно приносить вот этот вот огромный портфолио работодателю на собеседование. Это можно все указать в резюме, очень корректно, да, но картинка общая для работодателя будет такая, что действительно это молодой человек очень активный, самоорганизованный, мотивированный, да, и, ну, как бы только плюс большой даст молодому человеку. К нам, конечно, очень много ребят обращаются за помощью в составлении резюме, и даже иногда очень тяжело как бы узнать какую-то информацию об этом молодом человеке и указать в резюме, чтобы это резюме было презентабельным. Поэтому любая, вроде, казалось бы, не очень значительная информация должна быть указана, участие в каких-то научных конференциях, участие в какой-то деятельности там определенной, да, поиск там какой-то необходимой информации там для какой-то научной работы, участие в каких-то конкурсах, грантах, в различных форумах, да, это как бы те плюсы, на которые можно делать акцент молодому человеку, который не имеет опыта работы. Вы сказали, что у вас есть база предприятий и организации, с которыми вы сотрудничаете. А когда вы проводите ярмарки в вакансии, вы на эту базу опираетесь или там могут появиться какие-то другие? Могут и новые, и наши постоянные. То есть, в принципе, все ярмарки мы, как правило, проводим на базе каких-то учебных заведений, да, и если мы идем в то или иное учебное заведение среднего, профессионального образования, либо высшего, мы, конечно же, с собой ведем тех работодателей, которые заинтересованы в трудоустройстве именно выпускников и студентов этого вуза или СУЗа, да. Поэтому мы, как бы, стараемся подбирать и по профилю, да, чтобы ребята максимально могли трудоустроиться по вакансии. Поэтому, как бы, вот ближайшая ярмарка у нас теперь уже будет, конечно же, в сентябре месяце, да, и в сентябре, то есть мы вывешиваем всегда на сайте график на несколько месяцев вперед, потому что всегда, ну, это могут прийти не просто студенты этого учебного заведения, а любого другого принять участие. Зашла к вам на сайт и прочитала такое вот словосочетание «тренинг каникулы». Вот меня заинтересовало, что это, что сюда входит. Ну, это вот как раз серия мастер-классов, в которых я говорю «Проведи лето с пользой». Да, тренинг каникулы. То есть на каждый день, в первую половину дня, либо во второй половине дня на базе нашего учреждения проводятся мастер-классы, тренинги различные, с различными направленностями, от составления резюме, до организации тайм-менеджмента своего, да, до постановки целей, выбора профессий. То есть, в принципе, может принять участие любой молодой человек в возрасте от 14 до 30 лет и найти, скажем так, то направление, которое ему будет интересно. Совсем скоро начнут работать лагеря детские и пришкольные и так далее. Вожатые уже готовы или нет? Или еще можно даже записаться и успеть научиться? Или уже навряд ли, конечно? Мы уже, да, заканчиваем это направление. Школа вожатского мастерства у нас работала с января месяца. Занятия были с января. Мы готовили выпускников. Мы в этом году совместно проводили школу вожатского мастерства с нашим центром экологии детства. Сейчас, в настоящий момент, проходят экзамены у ребят. И они буквально в следующей неделе, у них будет выпускной вечер. И они непосредственно с первого числа приступят к своей работе. Будут работать в лагерях как на территории городского округа Самара, в Самарскую область. И несколько человек поедут в лагеря Краснодарского края. Это, наверное, самые лучшие вожатые мастера. Да, это мастера. И поработать, и отдохнуть на Черном море. Это, конечно, уже какое-то поощрение. Конечно, конечно. Но еще раз повторюсь, я об этом говорила ранее. Как правило, в школу вожатского мастерства идут определенные категории студентов. Веселые, добрые, ответственные, желающие работать с молодежью, которым нравится это направление, которые сами, может быть, скажем так, ребенком очень много времени проводили в летние периоды. Они разрабатывают современные различные направления, профильных смен каких-то определенных. Они делают очень интересные... Креатив присутствуют. Креатив, да. Мастер-классы. Очень много каких-то направлений по современным каких-то техникам. То есть какие-то поделки с бумаги они делают, рисуют что-то, какие-то новые формы. Применяют именно работу с детьми. Очень-очень, конечно, интересно. Да, и в интересное время мы живем, потому что меняются технологии, меняется сама действительность. Кажется, что недавно востребованы были такие-то профессии, а сегодня уже абсолютно молодые совершенно люди, если они специалисты в каких-то информационных программах и системах, то они востребованы и получают неплохие деньги. На что ориентироваться, может быть, из вашей практики? На что молодежь сегодня ориентироваться, чтобы подсказать профессии будущего, куда нужно стремиться? Ну, на самом деле, конечно же, есть ряд профессий, которые у нас определены непосредственно атласом профессий, да, то есть на уровне руководства страны были разработаны именно те профессии, те требования, которые необходимы для молодежи. Они представлены в сети интернет, называется атлас профессий, можно посмотреть и почитать всю эту информацию. Да, конечно же, ближайшие все профессии будут ориентированы на современные какие-то технологии, это и на робототехнику, и какую-то там наномедицину, да, там такие вот услуги. Но я всегда говорю одно, что молодой человек, если он относится с желанием работать в этой сфере, да, с интересом, если ему нравится заниматься этой работой, то он будет успешен. Неважно, какая это профессия, да, пекаря, там, педиатра, да, главное отношение, настрой, желание развиваться в этом направлении, не останавливаться на достигнутом, да, и, конечно же, сейчас и рабочая специальность, рабочие профессии, да, получают хороший уровень заработной платы, да, но также для них созданы сейчас всевозможные конкурсы профессионального мастерства, да, и опять же, делается для чего? Чтобы было постоянное развитие. Уровень заработной платы ничуть не уступает, там, специалистам после окончания высшего учебного заведения. Поэтому мне кажется, что главный молодой человек получал удовольствие от той работы, которую делает. И если, например, конечно же, время требует каких-то видоизменений в своей профессии, да, то есть, например, был педиатром, а время проходит, и необходимо, чтобы он был специалистом общей практики, то, конечно же, нужно подстраиваться под время, да, и, может быть, как-то расширять направление своей деятельности. А где-то, наоборот, может быть, надо становиться узкоспециализированным специалистом и развиваться в этой теме. Да, потому что переломилась тенденция, если вот буквально несколько лет назад говорили о том, что нужно высшее образование, без него ты пропадешь, ты не будешь иметь хорошую работу, да. То есть сейчас, как вот я поняла, молодежь совершенно на это не ориентируется. Главное – найти свое дело, быть профессионалом в нем, развиваться, и будешь получать хорошие деньги, и расти, и будешь востребованным. И, может быть, даже вот различные программы трудоустройства для подростков, которые у нас, например, сейчас есть в центре. Это хорошая возможность попробовать себя, да. 14, 15, 16 лет. Вы еще, как бы, ну, не можете наделать больших ошибок, да, и выбор, вы можете еще выбирать. Вы можете поработать в такой-то организации, посмотреть ее особенности изнутри. Можете поработать в такой организации. То есть понять, да, потому что очень часто родители тоже диктуют выбор той или иной профессии, навязывают, да. И у нас к нам часто обращаются молодые люди, парни и девушки там с возраста 30 лет, 27 лет, которые уже получили высшее образование по той или иной специальности и работают, но не получают там должного интереса к этой работе, им неинтересно, да. Поэтому вот временное трудоустройство, прохождение различных стажировок, практик – это прекрасная возможность попробовать себя в той или иной сфере деятельности. Ну, отдельно хотелось бы поговорить о подростках с ограниченными возможностями здоровья. И вот эффективность вашей работы оценивается, наверное, в количестве тех, кто проходит вот такую практику и работу. Если говорить именно о подростках, у нас, да, и подростки есть, и вообще в возрасте от 18 до 30 лет. Значит, для подростков мы также трудоустроим в рамках муниципальных программ. Конечно же, подбираем организацию, которая соответствует тем требованиям, которые необходимы для ребенка. И организация понимает, то есть там прикрепляется специалист, который работает с этим подростком, да. Потому что бывают, конечно же, разные формы, да, и бывают формы заболеваний такие, что ребенок может выполнять просто элементарную какую-то деятельность, например, просто формировать какую-то папку, перекладывая документы, да. Здесь, может быть, даже больше этот опыт важен для родителей этого ребенка. Для социализации, наверное, да. Чтобы они понимали, и родители принимали это, что вот, да, ребенка можно привезти или там привезти, помочь прийти на работу. И он там, как правило, они работают 2-3 часа, да, и он находится там, занимается каким-то полезным общественным трудом, да, на работе. То же самое для ребят в возрасте от 18 до 30 лет. Им очень с ограниченными возможностями. Им даже часто очень тяжело справиться с тем, с той тревогой, которая у них есть по отношению именно к выбору работодателей. Как пойти на работу, да, как на них среагируют, какую работу они будут выполнять. Страх того, что они не справятся с этой работой. Временная работа позволяет вот пройти вот этот этап и более уверенными стать для ребят. В этом году мы делали проект «Путевка в профессию» совместно с фондом «Самарская губерния» и фондом «Устойчивое развитие города Москва». И в рамках этого проекта тоже обучали ребята. Двое у нас было с ограниченными возможностями здоровья. Прекрасно выучились по профессии пекарь. Хотя была тревога и у нас по поводу этих ребят и со стороны колледжа, но результат просто превзошел все ожидания. То есть самое главное – прийти, попробовать себя и не закрываться дома. А в вашем центре молодежном «Самарский» вы используете, привлекаете для работы в вашем конкретно центре таких подростков? Конечно. И мы берем к себе на работу. Нам как раз и в летний период очень-очень нужна помощь и студентов, и подростков, потому что объем работы, конечно же, в летний период у нас значительно возрастает. И до 1 сентября у нас очень большой объем работы. И мы видим, как у нас на глазах растут, скажем так, звездочки, которые потом принимают активное участие в различные общественные деятельности города. Да, я думаю, здесь стоит вспомнить вашего работника, бывшего, это вот Литвинов Денис, победитель. Да, который стал у нас лучшим студентом. Студентом года победитель. Да, вот, пожалуйста, какой показатель. Это самый показательный пример, да, что нужно. Да, да. У нас также в соцсетях есть в ВКонтакте страничка, да. И вот чтобы ребятам, подросткам, которые сомневаются, было понятно, куда мы трудоустраиваем, кто работаем, мы делаем информационные посты, да, и как раз выкладываем информацию, например, о той или иной организации, которая берет на работу. Это у нас был и ботанический сад, и ЗАГС, теремок, да. Лена Должик давала нам интервью, руководитель. То есть можно посмотреть, кому вот тяжело определиться, что делают там, да, ну страшно как бы идти, я понимаю. Но вот чтобы быть увереннее. И там-то как раз и есть интервью и Дениса Литвинова о том, как вот он работал с 14 лет. При этом он работал в совершенно разных организациях. Это были и поликлиники, и ТОС, управляющие компании, и другие общественные организации работал он по должностям. И уборщик территории, подсобный рабочий. Бояться такой работы не нужно. Не нужно, да. А территориально вы находитесь в вашем центре? Гагарина, 86, это станция метро спортивная. Гагарина, 86, это станция метро спортивная. И телефончики наши 262-52-47, 262-52-48. Да, и у нас практически заканчивается время программы. Хотелось бы, чтобы вы еще раз напомнили, вот в преддверии летних каникул, куда обращаться, с чем, как готовиться. Значит, тем ребятам, родителям, да, кто заинтересован в трудоустройстве на летний каникулярный период, необходимо в ближайшее время обратиться к нам. В центр по телефону можно законсультаться, либо прийти лично. Мы расскажем о том, какие возможности мы предоставим, какие документы необходимо предоставить, и какие условия работы мы предлагаем. Опять же, если подросток к нам придет, мы также всю информацию расскажем ему. И самое главное, не забыть записаться для трудоустройства на желаемый месяц. А можно работать сколько времени? Месяц, два? Или при желании даже вот так? Можно. Так как народ желающих работает много, мы предоставляем работу всем по две недели, но каждый месяц можно. То есть две недели в июне, в июле и в августе, например. Но все-таки нам надо не забывать, что лето – это все равно период каникул. И рабочее время, особенно ребятам, кому 16-17 лет, оно составляет 7 часов, почти как у взрослого человека. И все-таки родители должны подумать о том, что нужно организовать не только занятость, но и все равно какие-то элементы отдыха, тот же детский оздоровительный лагерь, санаторий в летний период все-таки должен быть, потому что дети устают, тоже это видно. Конечно, нужно лето для того, чтобы отдыхать тоже. И в первую очередь, наверное, даже отдыхать. Да, поэтому я и говорю, надо провести его с пользой, принять участие в мастер-классах. Спасибо большое за эту важную и полезную информацию. Всего хорошего. Прощаюсь я и с вами. До свидания. Обращайтесь в молодежный центр «Самарский». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова